ответить мне простую вещь человек на фронте зарабатывает сколько знак вопроса три штуки баксов хорошо а теперь сколько сказали ветеранов у нас будет 4 миллиона это данные министра 4 миллиона ветеран которые у нас нам пусть 3 миллиона из них получали на фронте 3000 баксов умножь 4 миллиона на 3000 баксов а теперь верни их в обратную жизнь где у них нет экономики страна в долгах и что тут будет в байке мне рассказывать про восстановление страны можно просто прошу по простому вы долбоебы ты вложишь лично хотя бы гривну стране а задай вопрос не блин тут было кровь и придут и будут клави такие тупые что ли вкладывать не будет никто будут отсюда только выносить запомнить а теперь пусть не 4 хорошо больше вернется поверь ветеран из них из этих четырех миллионов ветеранов сколько из них тех кто не могут перемещать передвигаться самостоятельно сколько из них тех кто не будут иметь работу сколько из них тех кто с инвалидностью сколько из них тех кто с птср а теперь умножит она их семьи расскажи мне мой друг если у нас законодательстве льготы предусмотрены для участников боевых действий войны 4 миллиона страна потянет работоспособность прошлым работоспособность слушай да не надо быть вангой чтобы понять что будет все эти батальоны блин которые сидят пишут бумаги мы на фронт не идем пол руки на тут же дбр открывает дело ну открыл и пошел на все и они с оружием чем занимаются они отжимают собственность под чем как было после майдана под предлогом что то то ядукович а то кого еще там то хомутынника то онукович а то еще кого то а то русские бандиты блин понимаешь а против них то приходит такие же безработные батальон таким же оружием вы что не поняли вообще что будет происходить выше этого не видели это все было только теперь на миллион умножьте на миллион не на тысячу и что думаешь что пацаны на фронте тупые не понимают ничего они под присягой они все понимают они прошлой жизни такие же цивильные как мы с вами и в будущей жизни они такие же цивильные как мы с вами и у них семьи такие же цивильные они такие же как мы они такие же умны только знают больше чем мы понимаешь конечно в такой ситуации когда уничтожено образование полностью уничтожено под ноль когда вместо клубов детского творчества открываются молебенные дома а вместо этих экспериментариумов ли музеи открываются музей смутку когда вместо того чтобы блин сделать что-то свое и новое вы бегаете блин и меняете эти гербы блин когда коту нехер делать он улицы переименовываю чтобы яйца блестели что я не сказал не то земля чья да где в мире суверенной субъектной стране землей может владеть юридическое лицо вашу мать а где мы станем были великой аграри станет великой коноплей я правильно понял ну чё нормально будущее наступило может быть у вас трудовые права и гарантии есть вам напомнить как многие бегали аплодировали третяковой стоя когда уничтожались трудовые гарантии потому что у нас бизнес мая развиваться бизнес мая развиваться бизнес ну и куда пойдут 4 миллиона ну может они бизнес будут развиваться они будут наемными а у наемных больше прав не их уничтожили за год до войны и многое другое так почему не тут меньше да куда угодно тебе рассказать про моего друга со львова андрей вырывался вырвался уехал верю андрей на что ты жить будешь я не знаю у меня 100 гривен в кармане в польшу приехал проходит два месяца не лишь я на самой простой работе хотя в украине был конечно не самый последний на самый простой работе руками работаю тяжелый миш я со своей заработной платы купил старую убитую но я с одной заработной платы купил машину и теперь я могу развозить я могу там еще кем-то работать и так далее понимаешь понимаешь так вот я вам хочу сказать следующую вещь мы начали с одного заканчивать другие если будущее есть люди возвращаются даже не на деньги что думаешь этот андрей который мне говорю что он миллиардер блин или что да он 100 гривен было в кармане телефон чужой брал чтобы не позвонить да он хватает мне хватает снять жилье мне хватает теперь я могу развозить на бензин и я могу еще там подрабатывать зарабатывать и так далее он может жить но ты думаешь андрей всю жизнь мечтал жить именно в польше когда мы с вот таких вот лет малых спали с украинским флагом еще с восемьдесят девятого года когда советский союз еще был а мы уже тогда ходили с синежелтым флагом и этот человек всю жизнь мечтал уехать и быть так в польше а что ты думаешь то он не вернется вернется только тогда когда поверят что в стране можно будет что-то сделать когда каждая потраченная гривна пойдет не на лгбт она образование ребенка когда пойдет на физику на математику на химию на литературу и на историю не этим ветровичем порошенковским написанную настоящую историю когда в вузах будут неуголовным кодексом запрещать критическое мышление чтобы я мог вам сказать все убились об стену и поняли как оно происходит когда не будут запрещать причинно-следственные связи когда в вузе для того чтобы стать завкафедрой нужно не вышиванку одеть а мозги я это проходил это проходил это было 90-е годы 91 92 когда отец был завкафедрой а потом он бедняга неделю не брился жрать нечего было капусту жрали морскую потому что я ее ненавижу с тех пор когда жена ту капусту покупает меня аж колбасит я все это помню а почему потому что а вин же ж был комсомольцем и коммунистом у партии нельзя ему буты завкафедрой долбодятел вышиванки який бигал нахер там вот с пропорами оно должно буты завкафедрой вы что думаете поменялось что-то ни кафедры ни хера не случилось так вот когда в этой стране будут по уму брать они по вышиванке и когда всякая херня пройдет мою люстрацию зашкай мою люстрация простая если я где-нибудь в гугле найду твою такую о такую фотографию вышиванки ашел дикать книга на стуле мая буты рука лежать и ручка и вот так вот и получишь госслужбу ясному делом вот вот только тогда страну начнут возвращаться и вопрос не в деньгах даже если жрать будем только морскую капусту в эту страну вернуться понимаешь а до тех пор военные будут уезжать и всем я скажу уйти потому что когда вы пройдете эту точку вы поймете что лучше бы вы молились на войну чем на то что будет потом а теперь возвращаемся к началу нашей великой философской беседы начало ее простое ты не спросил чтобы дальше а дальше будет дальше будет который путешествие по шару я говорю что если бы мы пошли на стамбул 2 тогда в ноябре а ведь под это все то же самое что сейчас напоминаю вам для того чтобы подписать стамбул один но по теме что другая была география другая экономика другая демография все другое было долги друг все было друг значит для этого нужно что наш как есть комплексное число реальная и мнимая часть так вот реальная часть подписывал а мнимая часть это типа конфетка чтобы киздякали да так вот там было что там были международные гарантии и тогда михаил родил эту фразу нам нужно ехать а не шашечки поэтому хрен с темнота мы типа это ты помнишь это все потом проходит полкруга и мы возвращаемся в лето уже это все проехали привет британским шпинделям все это проехали но вызревает новое окно а ну всегда парами нас ходит осень весна осень весна эти жок на ходе это же математика просто но мы приходим в лето теперь все то же самое прошлое лето значит только теперь мы выходим так называемый стамбул 2 на ноябрь а в качестве мнимой части тогда что называлась киев секьюрити компакт забыли да но в ноябре тогда когда этот гештальт закрылся у нас было еще ноябрь декабрь январь три месяца у нас было до точки невозврата что такое . невозврата . невозврата это когда окончание войны как категорически огромное число раз выше чем продолжение войны то есть тебе уже лучше просто ее продолжить чем астаны было три теперь проходит год мы возвращаемся в лето снова лето господи ничего ну вам рассказать что говорил раз мыс а может быть вы забыли так вот киев секьюрити компакт в этом году теперь называется гарантии г-7 понят мы по кругу ходим кицы мои я окошко опять ноябрь только тогда было три месяца до точки невозврата а теперь сколько месяца будет от точки невозврата в тот ноябрь и мы уже никогда не вернемся старый если кто-то думает что если завтра перестанет лететь ракета или стрелять пушка то вдруг мы вернемся и мы не вернемся даже в прошлый ноябрь в этом прикол и в этом . невозврата когда говорят все давайте договариваться стоп переры вы что идет вы не понимаете мы прошли точку невозврата понимать я даже не знаю что теперь делать то есть реально не знаю потому что тогда нужно просто выйти ну то есть я плохо представить что или ты буду ну или надо уже оттупить народ совсем потому что по другой или пристрелить я не знаю что делать то есть новым по-другому никак ну что не пояснишь это а теперь далее что нужно для торга на торга нужно что-то по северу где сейчас происходит событие северо-восток это не событие это подготовка а то что по югу это тоже подготовка это истощение пару и там подготовка для чего для торга для торга потом в ноябре вы мне скажете то будет потом гештальт переносить серьезно кто его оплатить ты лично кто а никто я мы дадим вам самолет потом на надгробие чуть позже месяца через три потому что гештальт закончится через два потому что вы туда пошли в одиночку почему потому что если бы вы сходили на минск 3 прямо сейчас то снесли бы власть а теперь все вспоминают мультик про медведя на шарике и этого товарища пятачка пол пол помнишь стреляй по шарику это еще говорит ну шарик тому понимаешь если я стрельну по шарику тогда испортится шарик а медведи я элита если ты не стрельнешь по шарику тогда испорчусь я ясно все что будет дальше я вам описал кто станет президентом или премьером парламенту вода тесно уже все написано когда вы играете с методологом вы проиграете априорно выиграть у методолога может только методолог запомнить вот и все так как по погоди а кто станет президентом после зеленского ну угадайте если выбор парламент если премьера назначает парламент а у вас 300 голосов кто бы мог быть все очень хитро и предсказуем как собирается 300 голосов тебя рассказать как собираются в ради голоса я в ради с 97 года рассказать как собирается причем просто все менялась раньше кэшем носили сейчас долями в компании просто тебе покупают компанию где-то на кайман и у тебя там доля большая а это шоу а нам рассказывать про коррупцию в кэше кому нахер твоя коррупция в кэше надо тебя доля в офшоре все причем может не твоя через цепь компания в крипте так далее все очень просто сколько стоит один гол но бы на моей памяти максимально за один голос двадцатку давали 20 миллионов давали за один голос это было при янеке при янеке по-моему понятно после янека давали на 20 давали тогда 10 и 5 содержания на когда слухи такие я слухи собираю ты знаешь слухи такие были нашу такое двадцатка для вообще на то что военкома сколько было сто восемьдесят восемь он продагриве почем это не двигал его жены по миллиону в испании ну 454 к 20 миллионов это нищебродство и